День открытых дверей в Рязанском государственном радиотехническом университете. На знакомство с вузом пришли сотни будущих студентов. На интерактивных стендах они узнали о разнообразных программах обучения. Ведь качественное образование здесь могут получить как представители технических специальностей, так и будущие экономисты и мультипликаторы. Хвалят все друзья, знакомые, очень хорошие, говорят, на университете. Он заинтересовал тем, что здесь идут такие точные науки, как математика и физика. Это близкие для меня предметы. И как раз их я и буду сдавать. Мне это все интересно, пояльта, не знаю, собирать технику. И факультетов здесь много. Нам главное на бюджет поступить. РГРТУ предлагает 26 направлений подготовки для бакалавров и 6 для специалистов. А для тех, кто уже получил первое высшее образование, действуют 19 направлений магистратуры и 11 аспирантуры. Благодаря активной научной работе Рязанский государственный радиотехнический университет в этом году стал лучшим вузом региона в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности. А также обладателем диплома первой степени Всероссийского конкурса за вклад в развитие интеллектуальной собственности. Нужно изучать как следует точные науки, в особенности физику, без которой на технических специальностях нашего вуза обучение невозможно. А без математики невозможно обучение на всех специальностях, включая экономические. Стоит отметить, что РГРТУ является единственным вузом в России, который имеет радиотехническую специализацию. Здесь реализуются 6 из 8 приоритетных направлений развития науки и техники, утвержденных указом президента России. Среди них информационная безопасность, индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, энергоэффективность и энергосбережение. У нас есть энергетический отряд, который дает возможность студентам почувствовать их будущую рабочую профессию еще до того, как они придут на работу. С преподавателями потом проще общаться даже, они понимают, что ты немного более такой прошаренный, чем у нас остальные. Кроме того, на базе вуза работает военная кафедра. Благодаря этому молодые люди, поступившие в вуз на любую специальностячную форму, могут параллельно пройти на ней обучение. Обучаясь по программе офицеров запаса, он получает офицерское звание лейтенант и зачисляется в запас. Обучаясь по программе солдат запаса, он получает по окончанию военной кафедры и по окончанию университета военный билет, в котором указана конкретная военная учетная специальность. И таким образом данная категория от призыва на срочную службу освобождается. А те молодые люди, которые желают посвятить свою жизнь армии, могут получить в Рязанском государственном радиотехническом университете военное образование. На базе вуза работает учебный военный центр, полноценный аналог военного училища. После окончания университета таким выпускникам предстоит служба по контракту в офицерском звании лейтенант. Напомним, что в этом году РГРТУ вошел в топ-100 лучших вузов по версии Европейской научно-промышленной палаты. Всего в рейтинге приняли участие более 2000 университетов из разных стран мира. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».